Из-за ускорения времени и усиления воздействия космических сил, выходящего далеко за рамки возможностей вашего контроля, вы попали сейчас в самую сердцевину Крещенда взаимодействующих хаотических узлов. В прошлых посланиях мы назвали взаимодействующие хаотические события единичным хаотическим узлом. Но в данном случае мы имеем дело с более сложным феноменом, который можем назвать множественными хаотическими узлами. Эскалация этих хаотических событий влияет на каждого из вас уникальным, зависящим от вашего вибрационного резонанса образом. Те из вас, кто чувствителен к экосистеме этой планеты, могут испытывать экстремальное давление, наблюдая за ее деградацией и исчезновением многих видов, ее составляющих. Еще одним хаотическим узлом, в дополнение к хаотическому узлу экосистемы, является стресс и кризис межличностных отношений. Это очень сложная, комплексная ситуация, частично связанная с изменениями в магнитном поле вашей планеты, затрудняющими действия краткосрочной памяти, и непрерывность, последовательность когнитивного процесса, а эти энергетические сдвиги все усиливаются. Иррациональное поведение, отчаяние и ощущение безнадежности также соответственно усиливаются. По мере того, как ухудшается состояние и экосистемы, и межличностных отношений, мы ожидаем еще большей социальной и культурной нестабильности. Многие люди испытывают растущее ощущение, что что-то идет ужасно неправильно, и одновременно с этим, отсутствие возможности решения этих проблем. В данном случае мы согласны с Альбертом Эйнштейном, сказавшим, что решение проблемы невозможно найти на том уровне, на котором эта проблема возникла. С нашей точки зрения, эскалация хаотических узлов создает приливные волны интенсивных хаотических энергий, с которыми многим из вас трудно справиться. Более того, ваш автоматический, рефлекторный способ реагирования на изменения становится все менее и менее эффективным. На этой дороге, на которую вы индивидуально и коллективно вступили, существует, так сказать, развилка. Одна из ветвей этой развилки ведет вас к своего рода безумию и невозможности функционировать эффективно. У тех, кто идет по этой дороге, будет усиливаться эскапизм. Саморазрушение, самоуничтожение также значительно усиливается в этот период как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Многие из вас, у кого будет возможность перейти из трехмерной реальности в другие измерения, воспользуются ею. Без лишних слов, пользуясь одной из ваших фраз, мы могли бы сказать, что вы вступаете в один из самых сложных проходов планетарной трансформации. На этой развилке один путь ведет к саморазрушению, безумию, отчаянию и безнадежности, а другой — к глубокой связи со своей многомерной, межпространственной и духовной природой. Именно эту развилку на пути мы и хотим исследовать. Это не предположение. Многие из тех, кто осознает свою трансцендентную, межпространственную и духовную природу, могут время от времени замечать, что вместо пути самопознания, идут по пути безумия и саморазрушения. Это связано с тем, что ваша трехмерная реальность сейчас колеблется. И быстрые изменения, происходящие в ней, идут столь ускоренными темпами, что ваш биологический организм не успевает за ними. И если вы хотите избежать пути безумия и саморазрушения, вам необходимо справиться с экстремальными стрессами, которым подвергается ваша биологическая природа. Проще говоря, необходимым условием для того, чтобы успешно пройти через этот период эскалации хаотических узлов, является глубокий, истинный контакт со своей межпространственной, духовной природой и самообновлением, которое будет следствием такого контакта. Для этой цели мы предлагаем вам звуковую медитацию. Мы не привлекали сюда никакой сложной геометрии. И ничего особенного не нужно делать, кроме сосредоточения своего внимания и осознания на собственном физическом теле. Звуковые потерны являются прямой трансляцией из областей света в вашу биологию. Это противодействие хаосу и неразберихе, создающим стрессовое состояние внутри вашей биологической природы. Медитация достаточно коротка, поскольку многие из вас ограничены во времени. Вам нужно сделать так много за такое короткое время, потому что вы пытаетесь удержать старый мир на фоне ускорения времени. Все, что мы можем сказать вам с нашей перспективы, это то, что попытка удержать старый мир, удержать вместе старая минус невыполнимая миссия. Отпускание старого мира и своей привязки к тому, что вам нужно делать в нем, это необходимая часть вашего выбора высшего пути. Мы советуем вам слушать эту медитацию так часто, как вам хочется, удерживая при этом свое осознание на своей физической реальности, в своем физическом теле. Все, что необходимо для успеха этой медитации, это слушать ее, удерживая свое осознание на собственном физическом теле, и ваша клеточная структура будет расслабляться, освобождаясь от стресса и иллюзорных состояний восприятия, создавая вам больше возможностей для вступления на высший путь. Мы называем эту медитацию элеватрон, поскольку первая его часть коренится в слове «эволюция», а вторая имеет отношение к электронной природе вашей биологической реальности. Эта звуковая медитация является прямой трансляцией энергии из областей света в биоэлектрическую, биохимическую и квантовую реальность вашего тела с целью поднятия вибрационного уровня вашего сознания. В конечном счете, ваш личный опыт переживания этой эскалации пересекающихся хаотических узлов будет зависеть исключительно от того вибрационного резонанса, которого вы сможете либо не сможете достигнуть. Ответственность за этот проход лежит исключительно и полностью на каждом из вас как на индивидуализированном существе, воплощенном во времени и пространстве. Мы желаем вам счастливого пути на этой высокой дороге. Хаттеры